Выбирает своих приятелей, с кем учился, студент был, с кем на одной улице футбола орал, с кем что-то еще творили, а теперь так как-то решили, сотворите здесь что-то. То есть личная преданность, личное знакомство, приятельские отношения. В общем, это не тот стиль, я не приемлю его. Решительно. Никого из Ставрополя нельзя, кроме одного. Зато свои не предают, а вас предали. А то, что они предают вместе народ, растащили собственность, продолжает любые вопросы, так сказать, потихоньку за пределами, или имитирует, а под этой имитацией происходит вот то, что происходит, мы с вами знаем. Коррупция, все это. Это что? Те же штаны только мотнивый назад, как говорят в народе. Какая ваша главная претензия к сегодняшней российской власти? Медленно решается проблема демократии. И не столько... Медленно решаются, они как бы наоборот решаются. Я говорю медленно, ну что-то делать, и ты правильно говоришь, может даже наоборот, сползание, откаты. Конечно, есть такой вопрос, который надо иметь в виду, для того, чтобы все так думать и серьезно решать эту проблему. Вот в конце 20 века в 105 или в 108 государствах ушли с политической арены авторитарные в основном и диктаторские там, где они были, режимы. Но уже через несколько лет опять авторитарные люди начали завоевывать поддержку у избирателей. К России это наблюдение ваше относится? Как у нас сейчас? У нас все есть вообще, говоря, с точки зрения демократии. Парламент есть, суды есть, избираемые. Пресса есть. Все есть. Но результатов, ох, как мало. Мы прошли полпути, я все время это говорю, уже, может быть, чуть полпути по демократичному транзиту этому. Да, у нас появились институты демократические, но пока они неэффективны. Под ними прикрывается, но и произвол, и злоупотребление. Наших устраивает ручное управление. Поэтому идут, выполняя фитнес-программы, наращивать мускулы, и ломают, так сказать. В чем дело? Почему для этих людей, которые сегодня пришли к власти в России, идеалы перестройки? Они вот пришли, а их надо было, потому что их не избирали. Это не выборы были. После 89-го года и 90-го года, когда избирали в республиках, это были свободные выборы при советской власти. И после этого выборов свободных не было. 96-й год, вспомните. Так и неизвестно, кто же. Говорят, что все-таки победил Зюганова. И он знал даже, ему сказали, он испугался. Ну, Путин-то победил на выборах. Путин-то победил на выборах. Даже если предположить, что какие-то подтасовки были, нет сомнений, что большинство проголосовало за него. И первый, и второй раз. Несмотря на то, что с его именем напрямую связаны авторитарные. Но если бы были свободные голосования, действительно, то представителей других, оппозиционных, скажем, сил было бы значительно больше и полнокровнее, и тогда бы это совсем другая история. В другой среде решали бы вопросы и вырабатывали бы законы. Ее нет. Возьмите вы развитые страны и с развитой демократией. Там 3-4 партии, представленные в парламенте. Ни одна партия не имеет больше 40% мест. Там всегда нужно находить договоренности с оппозицией. Российская власть традиционно скатывается к авторитаризму. Собственно, вам удалось этого избежать. Уже при Путине мы получили опять все это по полной программе. В чем особенность российской власти? Вот как вам удалось это избежать и почему Путину не удалось? Это зависит от всего того, кто пришел к власти. От личности человека? От личности, от личных качеств, от опыта управления. У них опыт вот другой. Ручного управления. И страхом удерживать. У нас ведь когда-то сказал Черкесов, что тут у нас чекистская система создана. Вы с ним согласны? Во всяком случае, соседей чекистов есть. А это ненормально. Я, кстати, к нему очень отношусь. Я сам чуть не оказался там. После университета меня туда приглашали. Вот. Но вы не пошли? Нет. Дело не в этом. Там в другой процесс. Я не буду сейчас в него. Как всегда, это закрыто, да? Да. Засилие силовых структур, их сверх права в решении политических вопросов. И в том, чтобы с точки зрения вмешательства в жизнь людей, это недопустимо. Это сверх все. Я сегодня говорю, что самая главная проблема, проблема номер один, это нужна нам обновленная выборная система, которая выдавала возможность действительно людям выбирать. Тогда мы избежим этого. Я его очень активно поддержал, когда он в первые сроки дежурил. Очень. И я думаю, что это было полезным. Но потом у нас расстроились как-то отношения. У меня много было за это время выступлений критического по такому плану. Он срывается. Однажды он сказал, надо укоротить язык Горбачеву. А что вы думаете про те законы, которые принимаются, ну, с тех пор, как Путин возвращается в Крэмон, запреты на разного рода вещи? Если стержень, нить, так сказать, провести эти законы, то все наступление на право граждан. Это меня поражает просто. Не надо бояться своих людей. Черт возьми. Люди, в общем-то, хотели бы и все время ожидают от него действий, которые бы восстанавливали диалог. Открытый, прямой разговор. И ничего, обижаться. Обижаться надо вот, надо думать о том, как Россию вытаскивать с этой ситуацией. Все-таки ситуация сложная. Вы общаетесь с Путиным? Он советуется? Нет, вы знаете, год мы с ним не разговаривали, не встречались, ни по телефону не говорили. Хотя накануне мы договаривались о встречах, и уже в графике записывали его помощники, а потом что-то мешало. Есть ли опасность, что окружение, люди вокруг президента могут быть угрозой? Такой опасности у него нет. Окружение достойное. Подобрал он его, и оно работает, оправдывает. Ну так, это же ведь не критерий того, что все хорошо здесь. Нет. А потом вы посмотрите, куда это окружение, и близкое, и далекое. Самое главное, что и близкое, прямо рядом. Сколько воров там, коррупционеров. В таком состоянии страна будет так дрейфовать, как льдины в Ледовитом океане. Субтитры создавал DimaTorzok